Помимо внедрения высокотехнологичной медицины в республике, уделяют внимание увеличению продолжительности жизни населения. Такой пункт есть в указе главы республики в документе по развитию медицины. Возраст не помеха для активной жизни, а такой посыл у республиканского конкурса «Мир активного долголетия». Кого сегодня принято считать долгожителями и в чем секрет счастливой жизни людей старшего возраста? В сюжете Павла Танина. Долгожителями принято считать людей, чей возраст превышает величину средней продолжительности жизни. Сегодня в стране он равен 70 годам. К 2030 году в Якутии его планируют увеличить до 77 лет. Об этом говорится в стратегическом указе главы республики, подписанном в конце прошлого месяца. Для того, чтобы достичь 77 лет благополучия, мы должны делать все возможное в экономических вопросах. Это с доходами, условиями жизни, качеством жизни и так далее. Все это должно быть четко определено. Вот это они как критерии установлены. Но помимо работы по улучшению качества жизни и, что немаловажно, медицинского обслуживания, на продолжительность жизни каждого конкретного человека влияет сам человек, его настрой, образ жизни и прочее. Как отмечают долгожители, важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и, главное, по мере возможности активно проводить время. Люди пожилые считают, что надо очень долго лежать, отдыхать, тогда будет здоровье. А это абсолютно неправильное мнение. Наоборот, надо двигаться, чтобы не заржавели как бы эти самые механизмы. Да, да. И быть активным во всем. Главное, надо не нервиться, чтобы нормально и спокойно быть. Я так думаю. Занять свободное время в столице республики сегодня проблем не составляет. Уже пятый год в Якутске работает школа третьего возраста, где пенсионеры могут найти занятия по душе, овладеть новыми навыками и расширить круг общения. Обучение в школе проводится по 45 направлениям. Это творческие мастерские, кружки и обучающие курсы. Самая большая востребованность у нас компьютерная грамотность. Очень много людей ходит. Компьютерная грамотность у нас есть специальный проект. И мы ежегодно, ну уже второй год проводим конкурсы. Курсы в школе постоянно обновляются, появляются новые. К примеру, в этом году откроются два курса английского языка. Обучают педагоги-волонтеры. Всего за пять лет в школе прошли обучение 8 тысяч человек. Немаловажно и то, что филиалы учреждения работают и в районах республики. Помогли открыть такие школы в Амгинском улусе, в Уссалданском, в Намском, в Мигинокангалатском. Новый учебный год в школе начнется 19 сентября. Новые курсы начнут работу в октябре. Но занять свое время можно и самостоятельно. Более того, рассказать об этом можно при помощи фотоконкурса, который проводит Союз социальных работников Якутии. Работа представлена в самых разных направлениях. Там некоторые бабушки, бабушки, дедушка, кто-то в огороде сидит, кто-то по просторе на волосах уходит, праздники играют. Кто-то как связь поколения показывает, с внучками сидят, играют. Ну, в общем, такие позитивные фотографии. Ждем также таких фотографий от участников. Свои работы участники могут прислать на электронный адрес, который вы видите на экране. Фотографии принимаются до 15 ноября. Все поступившие работы организаторы представят на втором республиканском форуме «Активное долголетие», который пройдет 29 ноября в Якутске. Там же назовут имена победителей. Павел Танин, Семен Афанасьев, Евгений Лугинов. Якутия. День за днем.